Начинается авиационная часть парада. Над главной площадью страны пролетят современные летательные аппараты Воздушно-космических сил России. Открывает воздушный парад вертолёт Ми-26, способный поднимать воздух до 20 тонн груза в сопровождении четырёх многоцелевых вертолётов Ми-8, ведущей группы майор Сергей Суслов. Группа пролетает со скоростью 200 км в час на высоте 150 метров. Армейскую авиацию представляет плотажная группа «Перкуты» на вертолётах Ми-28Н «Ночной охотник», ведущей группы подполковник Эдуард Казачик. В небе ударные вертолёты Ка-52 «Арлигатор», ведущей группы полковник Василий Клещенко. Ударно-боевые вертолёты российской армии представлены модернизированными Ми-24П, ведущей группы подполковник Сергей Бисеров. В небе Москвы самолёты Воздушно-космических сил России. Высота полёта от 300 до 500 метров, скорость 500 км в час. Пролетает группа в составе стратегического ракетоносца Ту-160 и четырёх дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3, ведущей группы подполковник Павел Бурдаков. В воздухе группа из трёх модернизированных военно-транспортных самолётов Ил-76МД, ведущей группы подполковник Сергей Волошин. В небе три турбовинтовых стратегических бомбардировщика Ту-95МС, ведущей группы подполковник Сергей Ильин. Умение проводить дозаправку в воздухе позволяет стратегическим ракетоносцам выполнять поставленные задачи за тысячи километров от аэродромов базированных. За штурвалами самолётов майор Сергей Коробченко и подполковник Андрей Никулин. В небе четвёрка лёгких истребителей МиГ-29 СМТ. Ведущей группы подполковник Александр Казиев. Следующий строй представлен четвёркой фронтовых бомбардировщиков Су-24М, ведущей группы подполковник Денис Зинченко. В небе группа сверхзвуковых истребителей перехватчиков дальнего действия МиГ-31, ведущей группы майор Юрий Ковалёв. Пролетает строй из истребителей бомбардировщиков Су-34. Ведущей группы майор Дмитрий Апарин. В небе многофункциональные и малозаметные истребители пятого поколения Су-57, обладающие сверхманевренностью на больших перегрузках. Ведущей группы лётчик-испытатель Тарас Арцебарский. В боевом порядке тактическое крыло. В составе бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-30 и Су-35С. Ведущей группы подполковник Герман Анатол. В небе гордость российской авиации. Пилотажные группы русские «Витязи» и «Стрижи» в составе самолётов Су-30СМ и МиГ-29 СМТ. Ведущей группы полковник Андрей Алексеев. Шестёрка штурмовиков Су-25 рассвечивает небо над Москвой российским «Триколором». Ведущей группы полковник Александр Котов. Первые в небе над Москвой пара модернизированных МиГ-31К, оснащённых новейшим гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал». Ведущей группы полковник Сергей Асанч. «Кинжал»